Комплекс упражнений для беременных. Первое упражнение, которое хорошо снимает напряжение с таза и поясницы, а также мягко адаптирует тело к изменениям в связи с ростом матки, это тазовые часы. Для первого-второго триместра его можно делать на полу, на коврике я покажу, а для третьего триместра хорошо бы делать это упражнение с ситой. Садимся на фитбол или просто на пол. Комфортно, ноги так, чтобы сидеть устойчиво. Макушкой тянемся к небу, а ситалищными костями погружаемся в мячик. Ситалищные кости, два таких бугорка, вот здесь у нас такие косточки в боку. Вот так вот садимся, макушкой к небу, взгляд на горизонте, и мы начинаем мягкие покачивания таза вперед и назад, как будто бы мы копчиком тянемся в одну сторону, и у нас возникает дополнительный прогиб поясницы, и потом копчиком, как будто подкручиваем хвостик, а лобково-косик тянется в груди. И это у нас вот такое мягкое покачивание в тазу. Руки можно поставить на лобковую кость и на крестец, чтобы ощутить, что покачивание происходит именно тазом, а не поясницей или грудной отдел качаем. Движения очень мягкие, плавные, медленные. И мы делаем вдох, когда копчиком тянемся, как будто раскрываем и спушаем хвостик. И выдох, когда лобковая кость тянется в грудном отдел. Окошко продолжает тянуться к небу, и мягко дышим, делая вдох, распушая хвостик, и выдох, как будто попчик у нас прячется, и лобковая кость тянется в грудь. Такие мягкие, покачивающие движения таза. Мягко дышим, окошко тянется к небу. Оставаясь в силе, также хорошо сделать на фитболе все вариации круговых движений. Это могут быть как микродвижения. Мы также обращаем внимание, что у нас двигается таз в одну сторону, и такие же небольшие микрокруги в другую сторону. Для тех, кто чувствует себя уверенной на мяче, можно предложить сделать более амплитудные движения в любую сторону. И в другую сторону. Эти же движения можно сделать просто сидя на полу по-турецки или ноги в форме бриллианта. Это же упражнение можно сделать лежа на полу в тазовые часы. Укладываемся на бочок. Древним рекомендуется укладываться на бок, на спину, через бок. Ложимся на спину. Ноги согнуты в коленях. Колени параллельно друг к другу, стопы параллельно друг к другу. И если у нас мама находится в первом-втором триместре, и комфортно себя ощущает, то мы выполняем это упражнение на полу. Макушкой вытягиваемся в одну сторону, через седалищные кости в другую. Как будто бы мы соблюдаем вот это вытяжение, которое было сидя, теперь уже горизонтально на полу. И начинаем мягко покачивать тазом. Вдох. Копчиком тянемся в пол, и у нас возникает небольшой прогиб в пояснице. Выдох. Лобковая кость тянется к груди. Вдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Не спешите. Делайте это движение мягким и плавным. Амплитуду выбирайте равной меньшей стороне. Куда у вас меньше идет движение, вот там амплитуда у вас будет работать на обе стороны. И когда мы двигаем тазом в одну и в другую сторону, наш копчик остается свободным, а седалищные кости, они также немного двигаются. На вдохе они как будто распушаются, раскрываются, на выдохе собираются. Вдох и выдох. И это упражнение, по-моему, все прочее, является хорошим вариантом для тазового дна, поскольку к нашим седалищным костям, к копчику прикреплено достаточно большое количество мышц тазового дна. Это же упражнение, если мама не хочет делать, сидя на мяче, хочет попробовать лежа вариацию, можно сделать в таком полулежачем состоянии на предплечьях. Также макушкой пусть она вытягивается в одну сторону, седалищные кости погружаем в пол, стопы параллельно друг к другу хорошо опираются в пол, также делаем мягкие покачивающие движения в одну сторону, и выдох, подкручиваем таз на себя. Мягкий перекат у нас через крестец происходит, что очень для многих малых вперед беременность является таким выдохом, снятием напряжения с этой зоны. Следующее упражнение для беременных мы сделаем упражнение для плечевого пояса. Ноги здесь можно расположить в соединенную стопку вместе, либо по-турецки, как, какой маме комфортно. Для многих мам вариант позы бриллианта, он вполне себе комфортен. Также ощутите свои седалищные косточки, немного на них поерзать, в этом положении их достаточно легко ощутить. Макушками тягиваемся к небу, взгляд все время стараемся сохранить на уровне горизонта. И из этого положения руки вытягиваем вперед, сохраняя широко раскрытые пространства между правой и левой рукой. Плечица, как будто бы у нас здесь улыбается. Плечи остаются на месте. И на выдохе руки поднимаем в потолок. Выдох. И на вдохе опускаем. Обратите внимание, что в этом движении у нас работают только руки. Плечи остаются на местах, поясница также остается на месте. Мама не уходит в дополнительный прогиб. То есть вариант, когда женщина начинает поднимать руки за счет поясницы, он нам не подходит. Наша задача, чтобы мама поднимала только руки. И таким образом мы работаем немного с пищевым поясом, который также испытывает достаточно много напряжения в период беременности. Остаемся сидя. Обнимаем себя. Макушкой тянемся к небу в одну сторону. Седальщины костями по-прежнему хорошо погружены в пол. Сгляд все время стараемся держать на горизонте. Делаем вдох. И на выдохе мягко поворачиваемся в любую сторону. И возвращаемся в центр. И в другую сторону. Наша основная задача – это сделать небольшую ротацию в ребрах, в грудном отделе. Небольшая такая ротация. И можно на каком-то этапе поменять руки. Одна рука идет наверх, вторая рука, соответственно, идет вниз. Вот такое вот упражнение. И еще одно упражнение. Называется «Ноурусалочка». У него есть много вариаций. Оно комплексное. Оно позволяет проработать и с грудным отделом, и снять напряжение с диафрагмы, и подготовить таз к ротам. Складываем ноги вот таким образом. Передняя нога у нас, стопа поближе к колену. Сзади – назад. Мы очень хорошо сидим на одной седалищной кости, вторая, может быть, немного быть на весу. И если хотите, подложите что-нибудь под колено и назад. Что мы будем здесь делать? Мы руку выставляем, одноменную руку с коленом выставляем на уровень между коленом и бедром. И хорошо на ней опираемся. На все пальцы прям понажимайте, почувствуйте, как вы опираетесь на эту руку. А вторую руку закладываем за голову. В хорошем контакте у нас будет находиться голова и рука. Большой палец на шее в ложбинке. Мы делаем вдох. И на выдохе мягко наклоняемся, опираясь на руку. И возвращаемся мы, отталкиваясь рукой от пола. Вдох. И отталкиваемся от пола. Вдох. И отталкиваемся от пола рукой. И на вдохе наша задача не ниже наклониться, а раскрыть бок, боковые ребра. Вот они в собранном состоянии. И когда мы начинаем двигаться вниз, они у нас раскрываются. И мы представляем, что этот веер у нас раскрывается, удлиняется. И потом возвращается обратно. Вдох. Выдох. И когда мы уже облокотились на руку, мы хорошо опираемся на опорную руку. Из этого положения мы делаем хороший вдох. И на выдохе локоть рисует дугу. И мы уходим вниз. Выдох. Раскрываемся. Вдох. Взгляд на потолок. Выдох. В пол. И еще раз. Вдох. И на выдохе в пол. Ставим руку на пол. Там, где у нас находится вторая рука. Если маме неудобно, можно руки поставить спереди. И что мы будем делать? Мы будем всеми ладонями и пальцами притягивать коврик на себя. И таким образом у нас грудной оттел будет тянуться к солнышку. Вдох. А на выдохе отталкиваться руками от коврика и выгибаться в такую сердитую кошечку. Вдох. И еще раз. Вдох. И выдох. Вдох. Коврик хорошо тянем на себя. Тянемся грудью к солнышку. И выдох. Отталкиваемся руками от коврика. И то же самое делаем на вторую сторону. Соответственно, проверяем, чтобы нога была у колена. Макушка тянется к небу. Руку ставим, опираемся на всю ладонь и на пальцы. Проверяем, что мы действительно используем пальцы тоже. И даже, может быть, пространство между пальцами. Вторую руку закладываем за голову. И начинаем плавный наклон. Вдох. Раскрываем ребра. Выдох. Возвращаемся в исходное положение. Вдох. Выдох. Так можно делать 6-8 раз. Хорошо используя опорную руку. И со следующим разом мы остаемся в боковом наклоне. И локоть рисует у нас дугу. Выдох. Закручиваемся по спирали вниз. Вдох. Взгляд идет на потолок. И на выдохе еще раз. Локоть идет вниз. Вдох. Взгляд на потолок. Взгляд вниз. Ставим руку на одну линию. И здесь то же самое. Тянем коврик на себя. Делаем вдох. Грудной отдел тянется к солнышку. Представьте, что у вас здесь красивый медальон. И вы хотите показать его солнышку. А на выдох мы отталкиваемся руками от коврика. И выгибаемся вот такой вот кошечкой. Вдох к солнышку. Выдох от солнышка. И это упражнение очень хорошо включает плечевой пояс. Веди на нашу систему. Помогает улучшить дыхание. Снять напряжение с диафрагмы. Мама после занятий, после этих упражнений чувствует, что могут вдохнуть лучше и больше. Вот такие несколько упражнений. Будут вопросы? Пишите.